Диссонанс Первая серия Это молодежный комедийный сериал о том, как рэперы пытаются пробиться в мир шоу-бизнеса Каждый новый шаг на пути к рэп-олимпу превращается в комичную ситуацию Добрость знакомы многим, кто с этим сталкивался, но кто знает, чем все это закончится Это замечательное описание я нашла в группе ВКонтакте Я думаю, все это очень понятно Как обещали в студии у нас Александр Прохоров и Андрей Анучин Доброе утро Доброе утро Доброе утро Слично, что голоса поставленные Только мы знаем, что вы нас обманываете, ничего оно не доброе Двадцать первая серия, кстати, была двадцать четвертая Двадцать четвертая Прошу прощения Двадцать первая она была, все верно Все, ты почему все время грешь в эфире? Просто, наверное, три серии вырезали, а вы и не знали Может быть, да, там на самом деле просто какие-то серии были объединены Рассказывайте про то, как все начиналось и как вы попали в этот сериал Все-таки вы не актер по профессии Я актер Да? Я тоже Спасибо! Теперь Теперь Все точно поняли, что я вообще не готовилась к сегодняшнему эфир Нет, я прям учился Я четыре года обучался в театральной студии Но она неофициальная получается А я в институте И у вас прям диплом? Прям диплом и более того у меня есть еще и дополнительное образование актерское А что же вы на радио-то делаете? Мы работаем, мы любим радио Мы любим радио, радио любит нас и мы любим денежки Сейчас слушает наш директор и нам нельзя говорить, что мы не любим радио Она можно говорить, что мы с рекорда? Вот я уже сказал Уже поздно Потому что все-таки все равно хорошо, есть образование, это замечательно, это вам плюс только Но как попали в сериал? Как вообще он начался? Кто вас туда пригласил? Я позвал его Начинай, я продолжу Я позвал Энди, а все это придумала Катя Илья, наша замечательная подруга Мы очень давно дружим Она тоже там снимается Она режиссер Она режиссер и сценарист Дело в том, что придумалась у нее такая идея странная Что давайте-ка ребятки все соберемся Что мы, как говорится, раскатываем вату по полу Давайте соберемся и сделаем классный сериал про рэперов А почему про рэперов? Потому что мы все рэперы Да? Практически Ну кроме него Просто я не хотел поинтересоваться Все на самом деле слушают рэп-музыку или там просто Не-не, мы ее пишем У нас не по одному альбому практически у всех И Кошка, и Дакота Ну то есть главный герой всех Кто читает, те читают Вот это удивление сейчас Расскажите о своих героях То есть вы играете сами себя или все-таки Сами себя Да, фишка сериала в том, что практически все актеры Которые, собственно говоря, реальные люди Они все играют То есть все мы практически играем Реально сами себя То есть в первой серии вот эта девушка прекрасная Которую шторит под песню Рэп! Лучший рэп! Она так и ведет себя дома Серьезно Она так и делает Хлеб с майонезом При этом она очень стройная Ей это не мешает Стройная Серьезно Стройная Она очень худая Возможно она сейчас слушает нас Привет кошка Уже удаляет тебя из друзей между прочим Я только что слышал, как у меня инстаграм забиблировал Я уже рэп сочинил, понимаешь? Вот что значит Заразился Не надо ребята Это твои строчки я просто повторил Расскажите про сценарий Кто бы писал, как серии придумывали Все вместе или вот Катя Илья все писала Все одна Да, все одна писала Может быть не за раз Но дело в том, что практически писать-то ей ничего и не приходилось Она просто взяла нашу жизнь Какие-то отрывки из этой жизни Ну то есть если я прихожу там из клуба с девочками, то так и было То есть у нее тоже театральное образование, раз она решила поставить Нет, она профессиональный режиссер Она снимает видеоклипы, снимает фильмы И на ТВ снимает, то есть она выходит и федеральные деления То есть все вот это полностью А расскажите секреты за кулиси, почему съемки затянулись с 2013 года до прошлого Как раз таки по одной из этих причин и вот и есть Потому что она работает и мы работаем Очень много проектов Мы все делали без денег, во-первых Это не коммерческий проект Да, мы делали все на свои средства Да, вкладывали в собственных карманов Я даже как-то раз не хватило на маршрутку Поэтому Тебе и сегодня на такси не хватило Гонораров не было Нет, нет, все бесплатно Мы реально работали просто за интересные деньги Слушайте, ну ладно вы, вы сами себя пиарили Потому что вы пишете рэп, да, вам нужно продвигать свой продукт А всякие операторы, свет, вот это все тоже бесплатные люди Все эти люди теперь живут в Москве и зарабатывают хорошие деньги Очень хорошие деньги То есть это своего рода был не только проект просто так, чтобы он был, да, какие вы молодцы А теперь они в определенный момент начали использовать его как некое портфолио Да И это помогло им переехать в Москву и жить там в долбей части Ну у нас кто-то переехал в Москву, кто-то переехал в Милан А кто переехал, расскажите, кто-то из актеров Из актеров, по-моему, никого, но операторы все Прикольно, да, получилось? На самом деле парочку актеров сейчас живут в Милане Да, но они прям парочка, они муж и жена Ну а вообще они... Они, в общем, и без вашего сериальчика собирались туда уехать Ну да, сериальчика, спасибо большое Отличное, отличное название нашего сериала Просто если сравнивать с Санта-Барбарой, где там тысячи с лишним серий, то это сериальчик, понимаете? Нет, есть еще сериал такой, я помню, называется он След Я встречался... Вы доставлялись? Нет, нет, никогда, я встречался просто с девушкой, она мне говорит, найди мне серию, которая называется там, ну как-то называется И я нахожу ее в интернете, а это 1940-ая серия Я не досмотрел это как После рекламы вернемся Праздновать окончание съемок новосибирского сериала «Рапанутый» у нас в гостях напоминает Александр Прохоров, Андрей Анучин Еще раз, доброе утро! Доброе утро! О процессе съемок расскажите нам, чтобы наши жители города могли походить по тем местам, где снимался этот сериалище Вот, нормально, наконец-то Где снимали? Везде Вообще везде Здесь вас не было На мосту снимали даже Это даже не ограничилось в Новосибирском Где еще? Москва, Милан Москва, Милан, еще пару городов Якутск Было, да А там что, по сценарию на гастроли до года выезжаете или как? Нет, там человек с утра проснулся Вот так получилось После тусовок прикольно Пошел за хлебом и в Якутске проснулся Ну, как обычный Друзьями Он поехал в Якутск Каждый год по друзьями ходим в баню Видимо из этого Из этой серии Ну, а что касается не места открытого доступа и общественных А вот там чья квартира использовалась? Чей клуб? Это же интересно Это очень интересно У нас была, получается, трехкомнатная квартира, по-моему, по сценарию Да Это было три однокомнатные Да Да Ну, то есть более того Мы вещи выкидывали из шкафа на диван И от шкафа до дивана было примерно 25 км Чьи квартиры? Ваши все? Ну, наши, наших друзей Да То есть и моей, и Сашина квартира тоже присутствовала там частенько, практически всегда Да, я там проснулся с девочками, я помню Насколько я понимаю, раз не было ни гонораров, ничего, все это было из подручных средств и все такое На общественных началах, на полном энтузиазме Да Что было самое дорогое, на что пришлось потратиться в процессе съемок? Звук Вот самое-самое На озвучку? На звук, на звуковое оборудование У нас не было, изначально, когда мы начали снимать, у нас была пушка И она, кроме того, что хорошо записывала наши голоса Очень хорошо записывала еще и весь интершум, да, весь, который проходил, да, и поэтому потом приходилось переозвучивать первые серии, а потом, ну, скинулись, там у нас какой-то даже краудфандинг был, да, мы что-то такое сделали на Кикстарте или там, или где, собрали денег и купили нормальные петлицы Вы работали, ваши коллеги, понятно, у вас, Александр, есть образование актерское, мы это уже заценили Ваши коллеги и партнеры по съемочной площадке работали с профессионалами или с новичками? И так, и так Кто все эти люди? Расскажите про них немного Мы до сих пор не знаем, кто все эти люди Что касается главных старостепенных актеров, как мы уже говорили, практически у всех Это все друзья, да Да, это друзья, у них нет актерского образования, они просто были собой То есть это, как мы уже говорили в начале, некая фишка самого сериала Что им не нужно было придумывать какие-то непонятные образы, они просто кайфовали Были в своей среде, были в своей шкуре Ну, допустим, у кого есть машина? Да, у Васи О, Вася, слушай, ну ты сыграешь за дуб, ты будешь как водитель Ну, допустим, у нас был такой герой, как Костя Минздрав, то есть он был один из главных героев И он, по сути, всю жизнь свою практически работал в клубной индустрии Он, по сути, я у мамы дурачок И он реально занимался организацией ветеринок, организацией концертов, ну, все такое И в сериале он делал то же самое И просто бывали у него такие моменты в жизни, когда он делал это не очень удачно, да, то есть И Катя воспользовалась вот этим вот ходом И в сериале она это показала просто в некоторых моментах, то есть, ну, какая-то некая сатира над ним Да, у Кости всегда сумасшедшие были идеи по поводу вечеринок Да, да, да И это действительно было так, и в сериале это отображено Я помню, мы делали вечеринку с Костей, мы с ним работали, это мой хороший друг И у нас была вечеринка, я не знаю, может это говорить нельзя, но я все-таки скажу Она называлась... Вечеринка была для дрифтеров, ой, не для дрифтеров, а для драгрейсеров, а для гонщиков Она называлась... Да, она называлась 402 литра Ладно, нормально Хорошо Ну, а что касается вас лично, это первый опыт работы именно перед камерами? Все-таки театр, кино, разные вещи Нет, я работал до этого... До этого я работал на телевидении Так Вот Ну, то есть, опыт есть Как ведущий? Перед камерой... Ну, я журналистом там был А вы? Я, я вот, нет, для меня это было начало, так сказать, телевизионной карьеры Ну, не тоже телевизионной, а вообще, то есть, некая карьера как актера Как чувствовали себя перед камерой? Да Это уже один из самых таких важных моментов Поначалу, конечно, это было страшновато Я вообще изначально пришел, меня пригласили на кастинг Не сказали на кого, просто сказали, приходите на кастинг, вы нам подходите По типажу более-менее Я подошел и, то есть, пришел и куча народу, какие-то мужики здоровые, брутальные Какой кастинг? Александр сказал, он сам вас позвал Так я же тебя позвал Ну, он позвал, но это через него как бы все это Подсказание не сходит Он рассказал обо мне, видимо, да Ну да, я сказал Кате, что есть Инди Его, собственно говоря, она мне написала, то есть, пригласила Я прихожу, какие-то здоровые мужики брутальные А я там пришел, у меня там сережка Ух, я думаю, что я тут делаю Сейчас меня вобьет! Боже мой! Но корабля на заднем фоне я не вижу Да-да-да, именно так оно и было Вот, и оказалось, что я пришел на кастинг к роли флейсера клубного, да, то есть, и бармена То есть, ни на одну из ролей я в принципе Не подошел Но я понравился Кате как типаж И она специально под меня написала, вот прям придумала роль в сериале Ну и предложила мне ее Вот, собственно говоря, и вот я начал там сниматься И так все пошло, поехало По сериалу изначально я должен был с кошкой дружить О, не поделили, там кого-то начинать Вот так и начал грудить Роман и я У нас есть сообщение от слушателей Нам пишет Шузарева привет от Ёжика Будет ли фильм о сериале? Вопрос Фильм о сериале, а их же куча в интернете Фильм о фильме, который как-то снимали Их куча-куча есть в интернете В экстейджах огромное количество на самом деле Есть еще вопрос от Милы Есть в планах показывать сериал по ТВ на федеральных каналах? Да, кстати Насколько я знаю Они где-то показываются Но только не на федеральных, а на местных Оригинальных, в разных городах Вот нам как-то так показывают Да, в Новосибирске нет Как ни странно А где нет информации? Можно же идейку продать Куда-нибудь Ну, мы задумывались об этом Ну, ТНТ ТНТ сейчас снимает киносериалы Есть вообще желание продолжить карьеру актеров Что-то еще поснимать? Может быть продолжение этого сериала доснять? Нет? Или вам нравится та работа? Ну, это понятно? Нам нравится та работа, на которой мы работаем Хочется, конечно, еще попробовать, но, блин, это так тяжело на самом деле Конечно, лично на самом деле от себя могу сказать, что я с радостью бы поснимался За деньги я готов на все Как оцениваете результат? Попали ли вы в целевую аудиторию? Как считаете? Мне нравится Мне тоже очень нравится Вот, что касается территории Новосибирска Я могу сказать, что это 5 из 5 Потому что в Новосибирске подобных проектов я никогда не видел Таких не было Были сериалы, мне попадались на глаза К сожалению, мне попадались Новосибирские сериалы на глаза Ну, я не говорю, что мы какие-то там боги актерского мастерства Но, тем не менее О, бог Энди Ну, перестань, я про сегодня называть в прямом эфире Только по СМС Простите, господин Только по СМС Не при всех, да Вот И, как бы, вот так оно и вот Спасибо Вот оно пришло, да? Спасибо, друзья, вам низкий поклон за то, что вы вечерние люди встали с утра и приехали А некоторые ехали с другого конца города, я это знаю Вот Меня попросили подвезти с утра Вам спасибо, что Что не подвезли Что не подвезли Что показали нам, что такое утро Напоследок Просим вас, как всех наших гостей Рассказать слушателям забавную историю из личной жизни Да Дабы немножко приоткрыть завесу вашего таинства Вашей человеческой качестве За эфирной жизни Давай ты У меня скучная жизнь Мне было Коротко и быстренько Мне было 8 лет Я был у бабушки на каникулах школьных в гостях В деревне И мы пошли кормить теленка Маленького Милого теленочка Молочком Ну вот просто Порно молочком Я думал, что из коров Я думал, что из коров Я думал, что наоборот из коров Нет, 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 нет Порно молочком Она мне говорит Сейчас буду учить тебя поить теленочкой Я говорю Все бабуль, давай Ставим ведерочко Она говорит Чтоб теленочек увидел Собственно где находится молоко Нужно вот так вот пошевелить рукой Чтобы он увидел Я говорю, ну хорошо Такой опускайся Она говорит, пониже опускайся Я еще пониже опускаюсь И вот собственно говоря Она мне просто специально подставила И теленок меня боданул А она стояла и смеялась Еще полдня Полдня она угорала Ну как бы Ей было смешно Человек рукой в ведро Слушай, у тебя очень добрая бабушка Мне кажется Ну она очень крутая была Зато до сих пор вспоминает Молодец Спасибо большое У нас в гостях был Александр Прохоров Андрей Анучин От радости прям задыхающего Она мне не запнулась Прохоров очень сложная фамилия Тоже с праздником коллеги Да, кстати, вас тоже с праздником Ураааааааааааааааааааааааааааааааа Возьмем радио